В эфире телеканала Хабар 24 программа МИР. В студии Жамбулат Усенов. Здравствуйте. Мы говорим о самых важных международных событиях уходящей недели и вот о чем мы расскажем в ближайшие полчаса. В премьеры автоматом. Как получилось, что Риши Сунак оказался вне конкуренции при назначении главы правительства? И куда он поведет королевство после сложившей полномочия Ли Страс? Эксклюзивный репортаж из Лондона Голымжана Караманулы. Битва за Конгресс. Удастся ли американским демократам сохранить контроль над обеими палатами парламента? И как прогнозируемый успех республиканцев может повлиять на внешнюю и внутреннюю политику Вашингтона? Самооборона с оружием? Почему парламент Кыргызстана единогласно проголосовал за раздачу оружия гражданскому населению приграничных регионов? И как реализовать эту меру на практике? В вопросе разбирался Бакыт Чермашев. Заморозить темпы глобального потепления к концу века до полутора градусов. Насколько оптимистичны по этому поводу экологи и какие опасения содержатся в новом докладе ООН по проблемам изменения климата? Алиас Издыкова расскажет. Французский писатель Антуан де Ривароль когда-то сказал, политика походит на сфинкса из сказок. Подобно ему она пожирает тех, кто не разгадывает ее загадки. Уже бывший премьер-министр Великобритании Ли Страс загадку верховной власти разгадать не смогла. И ее пребывание в стенах премьерской резиденции по адресу Даунинг-стрит-10 оказалось рекордно коротким. Всего 45 дней. Новым хозяином элитного жилья на Даунинг-стрит стал Риши Сунак, лишь несколько недель назад проигравший лист раз на внутрипартийных выборах и, казалось бы, надолго утративший шансы на высший политический пост. Но пути высокой политики неисповедимы. И на этой неделе консервативная партия безоговорочно признала Риши Сунака своим новым лидером и, по совместительству, премьер-министром Великобритании. Многие обозреватели ставят особый акцент на том, что Риши Сунак первый индиец и вообще первый представитель этнических меньшинств, возглавивший правительство Соединенного Королевства. Это действительно историческое событие. Родители Сунака, индийцы по происхождению, родились в Восточной Африке. Отец в Кении, а мать в Танганьике, нынешней Танзании. В качестве исторической справки стоит отметить, что на Африканском побережье индийцы появились уже очень давно. Но массовая миграция началась в последние годы 19 века, когда британцы начали активно прокладывать в африканских колониях железнодорожные коммуникации. После распада Британской империи рост национального самосознания в африканских странах привел к тому, что многие индийцы, особенно занимавшие ключевые позиции в экономике, были вынуждены уехать на территорию бывшей метрополии, Великобританию. Родители Сунака эмигрировали в Соединенное Королевство в 80-е годы и занялись там респектабельной и высокооплачиваемой деятельностью. Отец стал врачом, а мать фармацевтом и владельцем собственной аптеки. В этом история Сунака отличается от биографии другого потомка эмигрантов, ставшего звездой британской политики, мэра Лондона Садыка Хана. Нынешний грандоначальник британской столицы выходится из простой рабочей семьи. Отец Садыка Хана, переехав в Британию из Пакистана, работал водителем автобуса, а мать – портнихой. Будущий мэр вместе с семерыми братьями и сестрами рос в социальном жилье, а образование получил в районной школе по соседству. Отучившись на пятерке, Садык Хан сумел поступить на юриста, а затем и пробиться в политику. Здесь налицо своего рода американская мечта, реализованная в Британии. Новый премьер Риши Сунак, напротив, вырос в обеспеченной семье и в детстве учился в элитной частной школе. Высшее образование он получил в Оксфордском университете – истинной кузнице британских премьеров. Достаточно упомянуть, что с момента введения в Великобритании должности премьер-министра, ее занимали 57 человек, и 30 из них, то есть больше половины, окончили Оксфордский университет. В их числе и Ли Страс, и Борис Джонсон, и Тереза Мэй, и Тони Блэр, и Маргарет Тэтчер. Помимо этого, Риши Сунак женился на Акшате Мурти, наследнице известного индийского миллиардера. И в настоящее время личное состояние супружеской пары Сунаков превышает 700 миллионов фунтов стерлингов. Другими словами, отличает Риши Сунака, в первую очередь, его этническое происхождение. А в остальном он плоть от плоти британской политической и бизнес-элиты. В этой связи его трудно назвать идеальной ролевой моделью для любого потомка эмигрантов. Но важно отметить, что он рассудительный, хорошо образованный и опытный политик с потенциально большим будущим. Ведь несмотря на имеющийся за плечами целый ряд должностей в бизнесе и политике, Риши Сунак стал самым молодым премьер-министром Великобритании за последние 200 лет. О подробностях его восхождения на премьерский пост расскажет из Лондона мой коллега Галымжан Караманулы. Выборы главы правительства Великобритании завершились, не успев начаться. Этому способствовал отказ от участия в гонке бывшего премьер-министра Бориса Джонсона и лидера Палаты общин Пенни Мордант. Единственному кандидату, экс-министру финансов Риши Сунаку, удалось заручиться поддержкой более 101 партийцев и стать лидером Тори. Сунак был главным соперником ТРАС на выборах летом. Тогда ему не удалось ничего противопоставить обещаниям оппонента по снижению налогов. Но и сама ТРАС смогла удержаться на посту всего 44 дня. Причинами отставки стали ошибки в экономической политике. Мини-бюджет, представленный ее правительством, обвалил курс фунта до исторического минимума. Ставки по ипотеке выросли, на рынке началась паника. Идея снизить налоги, не учитывая реальное положение дел в мире, оказалась сродни авантюре. Я вступила в должность во времена большой экономической и международной нестабильности. Семьи и предприятия беспокоились о том, как оплачивать свои счета. Я признаю, что, учитывая ситуацию, я не смогу выполнить обязательства. Отставки ТРАС также предшествовали рекордно низкие рейтинги. Даже хуже, чем у ее предшественника Бориса Джонсона перед его уходом. Последний, кстати, отказался от участия в гонке за пост лидера консерваторов, так как понимал, что на данный момент у него недостаточно поддержки однопартидцев. Воскопоставленные Тори предупреждали, что возвращение Джонсона и вовсе приведет к хаосу. И предпочли ему лишь рисунок. Я хочу отдать дань уважения моей предшественнице Ли Страс. Она не ошиблась, желая улучшить экономический рост в этой стране. Это благородная цель. И я восхищался ее стремлением к переменам. Но были допущены некоторые ошибки, не вызванные злыми намерениями. И все же это ошибки. Я стал премьер-министром отчасти, чтобы исправить их. И эта работа начинается немедленно. Эксперты объясняют выбор консерваторов расчетом на стабилизацию внутри партии. И попыткой оградить британскую экономику от дальнейшего падения. Назначение Сунака уже несколько сняло напряжение на финансовом рынке. Понравилось то, что политика является большим сторонником жесткой бюджетной дисциплины. Трейдеры надеются, что теперь Банк Англии сможет обойтись небольшим повышением базовой ставки. После назначения Сунака фонд ушел в рост. Премьер-министр за два столетия. Политику 42 года. Его родители в свое время эмигрировали из Индии в Восточную Африку. А затем в Великобританию. Сунак выпускник Оксфордского университета. Изучал философию, политику и экономику. Женат на дочери индийского миллионера. Состояние супружеской пары оценивается более чем 700 миллионов фунтов. Что делает их богаче британского монарха. Новая первая леди Британии уже оказывалась в центре скандала. Выяснилось, что она не платит налоги в местную казну. Так как имеет статус налогоплательщика без постоянного места жительства. Оппозиционеры все происходящее называют хаосом. И требуют провести новые выборы. Риши Сунак уже был министром финансов. И мы не видели роста в нашей экономике. Он не смог справиться с инфляцией. Семьи действительно обеспокоены стоимостью жизни, с которой они сталкиваются. И ничего вразумительного не слышали от Риши Сунака. Мы считаем, что нужен новый старт для страны. И требуем проведения всеобщих выборов. Сунака ожидают нелегкие испытания. Он должен вернуть доверие граждан к правящей партии. Предыдущие примеры уже наломали немало дров. Джонсон часто оказывался в центре скандалов. Трасс инициировала непопулярные реформы. От Сунака теперь ждут серьезных изменений в финансовой политике. Задача не из легких. В условиях энергетического кризиса, роста стоимости жизни и прогнозируемой рецессии. Новому премьеру также придется сократить государственные расходы и увеличить налоги, считают эксперты. Что сильно скажется на положении рядовых британцев. Поэтому расслабляться не приходится. Главное испытание у Сунака впереди. Халмжан Хараману, Великобритания, Лондон. Специально для программы МИР. Если Британия уже определилась с премьером, то по другую сторону Атлантического океана, в Соединенных Штатах Америки, выборы еще только предстоят. В начале ноября гражданам США предстоит проголосовать на так называемых промежуточных выборах. Промежуточными они называются, поскольку проходят между двумя президентскими электоральными кампаниями. На этих выборах переизбираются все депутаты Нижней Палаты Парламента, поскольку срок их полномочий составляет всего два года. В следующий раз они будут переизбираться одновременно с президентом в 2024 году. Кроме того, на промежуточных выборах будет решаться судьба одной трети депутатов Верхней Палаты Парламента, сенаторов, а также целого ряда губернаторов и депутатов местных законодательных органов, которые в Казахстане мы бы назвали маслехатами. По итогам этих выборов сформируется политический ландшафт США на следующие два года. Ноябрьское голосование определит, сможет ли президент Джо Байден эффективно проводить жизнь свой политический курс до конца срока, или его по рукам и ногам оплетут противники его партии на национальном и на местном уровнях. При этом традиционно в США партия действующего президента на промежуточных выборах терпит болезненное поражение. Обозреватели связывают это с тем, что сторонники президента идут на выборы без такого мощного политического локомотива, как сам президент. На их плечи падает ответственность за все промахи, которые неизбежно совершает любая действующая власть, а главный фактор мобилизации избирателей, глава государства, при этом вынужден оставаться вне выборного бюллетеня. В таких условиях неудивительно, что на ноябрьских промежуточных выборах большинство аналитиков предсказывают поражение демократов Джо Байдена и победу республиканцев. Также неудивительно и то, что разнообразные скандалы, связанные с нынешней иконой оппозиционной республиканской партии Дональдом Трампом, привлекают повышенное внимание общественности. Подробнее обо всем в материале Вероники Бояровой. До промежуточных выборов в США чуть больше недели. 8 ноября станет понятно, насколько изменится состав Конгресса, который объединяет Сенат и Палату представителей. На кону 35 из 100 кресел сенаторов и все в Палате представителей, а их 435. Миллионы американцев уже сделали свой выбор досрочно, и голосование набирает обороты. Ведь исход может оказать большое влияние не только на политический курс страны в ближайшие два года, но и на результаты следующих выборов главы государства, которые пройдут в ноябре 2024. Я решил воспользоваться возможностью досрочного голосования. Плюс захотелось прийти и увидеть своими глазами, как мой бюллетень падает в корзину. Предыдущие промежуточные выборы прошли в 2018 году. Тогда в Сенате большинством заручились республиканцы, а Палата представителей оказалась под контролем демократов. Они в целом и удерживают преимущество по стране на данный момент, учитывая, что вице-президент Камала Харрис, как и глава государства Джо Байден, лидеры этой партии. Демократы надеются разозлить своих избирателей из-за проблемы абортов и напомнить им о том, каковы ставки. Ведь республиканцы против прерывания беременности. Они, в свою очередь, хотят обвинить демократов во всех накопившихся проблемах, включая инфляцию и сфокусироваться на борьбе против роста преступности. Эксперты высказывают опасения, что демократы могут утратить поддержку населения. Сейчас центристы изо всех сил стараются удержать позиции. И в том числе делают ставку на развитие экономики. Последнее время Джо Байден увеличил количество рабочих поездок. В одном из недавних выступлений он поделился успехами в борьбе с инфляцией и ростом ВВП. Я с самого начала говорил, что моя цель – отстроить экономику с самых низов, когда вознаграждается труд, а не только богатство. Это экономика, которая работает для всех, чтобы даже у людей с низким доходом были возможности для карьерного роста. Средний класс может добиться большего. И когда это работает, богатым также хорошо. Это фундаментальный толчок. И это работает в сравнении с тем, что предлагают консервативные республиканцы. Успеху в Великой Старой партии может помешать несколько уголовных дел, в которых замешан предыдущий президент, республиканец Дональд Трамп. Так, недавно экс-глава Белого дома получил повестку на слушание по делу о штурме Капитолия. Но, несмотря на скандалы вокруг своей кандидатуры, он уже неоднозначно дал понять, что не против вновь побороться за пост президента страны в 2024 году. Поэтому ему важен успех республиканцев по итогам промежуточных выборов. Вероника Боярова специально для программы «Мир». И продолжая тему выборов, отметим, что 1 ноября на избирательные участки предстоит пойти гражданам Израиля. Нынешние досрочные выборы станут уже пятыми в стране с 2019 года. Заседающие в однопалатном парламенте Кнессити партии никак не могут сформировать устойчивую правящую коалицию и раз за разом вынуждены обращаться к избирателям в попытке все же найти правильный вариант распределения депутатских мандатов. Ключевые проблемы, определяющие межпартийную борьбу, это периодически возникающие коррупционные скандалы и вопросы о формате отношений с Палестиной. Так, действующий глава правительства Яйр Лапит возглавляет коалицию «Голубей», стремящихся к выстраиванию более мягких отношений с палестинцами. Оппозиционная коалиция под руководством бывшего премьера Бениамина Нетаньяху исповедует более радикальные, ястребинные взгляды. Своё влияние на предвыборную борьбу оказывает развернувшаяся на этой неделе военная операция армии Израиля в городе Наблус на западном берегу реки Иордан. Операция была развернута в ответ на действия новой палестинской группировки «Львиное логово», в результате которых в последнее время погибли несколько израильских военнослужащих. Жертвами израильской операции, по некоторым данным, стали шестеро палестинцев. Ещё более 20 получили ранения. Очередное обострение палестинско-израильских отношений может сыграть на руку ястребам. А значит, вполне вероятно, что вскоре мы увидим возвращение Бениамина Нетаньяху в кресло премьер-министра Израиля. Это программа «Мир» и смотрите далее в выпуске. Самооборона с оружием. Почему парламент Кыргызстана единогласно проголосовал за раздачу оружия гражданскому населению приграничных районов и как реализовать эту меру на практике? В вопросе разбирался Бакыт Чермашев. Заморозить темпы глобального потепления к концу века до полутора градусов. Насколько оптимистичны по этому поводу экологи и какие опасения содержатся в новом докладе ООН по проблемам изменения климата? И вновь о напряжённой ситуации. На этот раз у нас по соседству. Мы уже неоднократно освещали столкновение на Кыргызско-Таджикской границе. К счастью, в настоящее время между сторонами достигнуто перемирие. Но, к сожалению, искры конфликта, скорее всего, продолжат тлеть, пока две страны полностью не уладят между собой вопрос о границе. В этом контексте Кыргызстан сейчас вводит в обиход понятие добровольной мобилизации. Парламент страны одобрил законопроект, который позволит государству раздавать огнестрельное оружие жителям приграничных регионов, изъявившим желание оказать содействие в охране границ и защите территориальной целостности. Все подробности в репортаже Бакыта Чермашева из Бишкека. Заседание парламента, где рассматривались изменения законов о выдаче оружия, проходило в закрытом режиме. Единственное, о чем стало известно позже, противников поправок не было. Убедить парламентариев за один день преодолеть все формальности, к слову, для того, чтобы изменить закон, нужно три чтения, помогли данные погранслужбы Кыргызстана о том, что по ту сторону границы продолжают укреплять позиции, роют окопы и складируют снаряды. В ответ депутаты Джигур-Кукинеша решили, что для выдачи оружия населению приграничных сел нужно сократить все бюрократические процедуры, оставив только два требования, чтобы доброволец был несудим и психически здоров. Впрочем, по мнению аналитиков, адекватность вооруженного человека – понятие многогранное. Кто на себя возьмет ответственность за то, что будут вооружать гражданских, а потом, если что-то будет происходить, то ответственность за какие-либо действия, или, скажем, неправомерное действие, если вдруг возникнет, то на ком будет эта ответственность. Поэтому то, что так быстро и поспешно решили, серьезно не обсуждая, конечно, тоже вызывает сомнения насчет того, как это практически будет реализовываться. Скорость принятия парламентом поправок в несколько законов, а если точнее в восемь, это ответ на недавние боестолкновения на кыргызско-таджикской границе. С обеих сторон десятки погибших и сотни раненых, огромные экономические убытки. Но если Таджикистан полные данные так и не опубликовал, то по официальной информации властей Кыргызстана только материальный ущерб составил 3 миллиарда 130 миллионов сомов. Это без малого 38 миллионов долларов. Весной прошлого года, когда на границе происходили очередные боевые действия, урон был меньше. Но уже тогда звучали предложения о том, что кыргызстанцам, живущим в Баткенской области, нужно раздать оружие. Другая сторона примет такие же меры. А по Антону Павловичу Чехову, ружье, которое висит в начале пьесы, в конце оно должно выстрелить. Поэтому думаю, что этот путь, такой путь конфронтации, он приведет к вооруженному противостоянию. Человечество, цивилизация достигла больших уровней их высот. И поэтому слово, оно должно идти все-таки первым. А потом уже пули. В Астане 13 октября на полях саммита СВМДА встретились президенты России Владимир Путин, Кыргызстана Садыр Джапаров и Таджикистана Имамали Рахмон. Итоги переговоров – решение проблемы исключительно политико-дипломатическими средствами, в том числе ускорением процесса делимитации и демаркации двусторонних границ. На днях руководители пограничных ведомств Кыргызстана и Таджикистана сделали совместное заявление о том, что проблема решения двусторонних границ – это прерогатива исключительно межправительственной комиссии. Однако подобные заявления звучат каждый раз после того, как на границе случается очередной конфликт. Если противостояние продолжится, то скоро к военной статистике могут прибавиться и вооруженные гражданские лица. Бакыч Ирмашев, специально для программы «Мир» из Кыргызстана. На фоне состоявшегося на уходящей неделе переизбрания Си Цзиньпина на третий срок в качестве главы КНР, рекордное падение пережили ценные бумаги китайских компаний. Как отмечает издание Bloomberg, переизбрание Си Цзиньпина привело к обвалу индекса компаний Китая на гонконгской бирже на 7,3%. Издание подчеркивает, что данный показатель пришел к самым низким своим значениям со времен мирового финансового кризиса 2008 года. Причиной такого резкого падения стоимости ценных бумаг китайских компаний обозреватели называют массовый отток средств иностранных инвесторов. Другими словами, зарубежные компании и бизнесмены продали рекордное количество китайских акций, что привело в том числе к ослаблению курса юаня до самого низкого уровня с января 2008 года. Одной из главных причин опасения зарубежных предпринимателей и инвесторов в отношении китайской экономики и промышленности аналитики называют продолжающуюся политику строгих локдаунов и жестких мер по борьбе с коронавирусной инфекцией. Ожидается, что под обновленным руководством Си Цзиньпина власти Китая продолжат реализацию этой политики с прежней суровостью. Но нет хода без добра. Хотя из-за локдаунов претерпевают ущерб китайская экономика, эта ситуация благотворно сказывается на глобальной экологии. Китай остается главной фабрикой мира, и любое торможение промышленного производства в этой стране благотворно сказывается на сокращении глобальных выбросов. Для Казахстана вопрос климатического благополучия планеты отнюдь не праздный. Степная экосистема хрупка и нуждается в защите. Глобальное изменение климата обостряет такие проблемы, как сокращение массы горных ледников, ограничение доступа к пресной воде, снижение урожайности и опустынивание. И каждая из этих проблем несет непосредственную угрозу для нашей страны. Неспроста президент Касымжом Артукаев на международном уровне озвучил обязательства Казахстана обеспечить полную углеродную нейтральность национальной экономики к 2060 году, призвав и другие страны активно вносить вклад в борьбу с изменением климата. В этом контексте интерес представляет обнародованный на днях доклад ООН по изменению климата, о подробностях которого расскажет моя коллега Алия Сыздыкова. Мир движется к глобальной катастрофе. Так руководство ООН резюмировало последний отчет экологов, климатологов и других экспертов. То, что мы наблюдали в течение года – наводнения, засуха, лесные пожары в разных регионах планеты – будет повторяться все чаще и чаще по мере изменения климата. Цель, зафиксированная парижскими соглашениями, кажется все менее достижимой. Конец октября, но прямо сейчас в Париже плюс 22 по Цельсию. Даже для мягкого европейского климата это перебор. Октябрь, как и все другие месяцы этого года, уже побили все рекорды и вошли в историю наблюдений страны, как самые теплые. Если верить прогнозным моделям экспертов ООН, к концу века во Франции станет еще теплее – примерно на 4 градуса. В новом отчете экспертов ООН по климату наше будущее представлено еще более мрачным. Если продолжать в нынешнем темпе, к концу столетия земля прогреется в среднем на катастрофические 2,8 градуса. Чтобы представить масштабы последствий, достаточно вспомнить природные катастрофы последних лет. Все они отчасти результат глобального изменения климата из-за повышения средней температуры всего на 1 градус по сравнению с доиндустриальной эпохой. Земля очень быстро становится все менее пригодной для жизни. Окно возможностей закрывается, предупреждают эксперты. И чтобы успеть предотвратить катастрофу, нужно кардинально менять глобальную систему хозяйствования прямо сейчас. Чтобы в ближайшие 8 лет сократить губительные выпросы наполовину. Сценарий желаемый, но маловероятный. Реальные планы на указанный период ограничиваются всего 5-10%. За прошедший с конференции в Глазго год число стран, взявших на себя климатические обязательства, выросло незначительно. По подсчетам ООН, даже если бы все, присоединившиеся к соглашению 166 государств, полностью исполняли обещанное, и этих усилий не хватило бы для сдерживания потепления до относительно безопасного предела. В Глазго страны G7 и Европейский Союз взяли на себя определенные обязательства. Мы также услышали инициативы некоторых других стран, которых они раньше не выдвигали. Самая большая проблема внутри самих государств G20. Важно привлечь к работе всю семью G20, потому что именно на эту группу приходится 80% глобальных выбросов. Спокойное и безопасное будущее, как и все в этом мире, имеет свою цену. От 4 до 6 триллионов долларов ежегодных инвестиций. Климатологи рекомендуют как можно быстрее вводить карбоновый налог, трансформировать финансовую систему и развивать сферы индустрии с малыми выбросами. Главные изменения коснутся энергетического сектора, но также немалая ответственность за потепление лежит на сельском хозяйстве. Через несколько дней в Шарм-эль-Шейхе стартует очередная климатическая конференция КОП-27. В преддверии глобального форума и после опубликования новых прогнозов по всему миру прошли акции протеста в защиту климата. Может на этот раз лидеры стран услышат сигнал тревоги и наконец приступят к действительно эффективным действиям по спасению нашего общего будущего. Алия Сыздыкова, Руслан Умержан. Специально для программы МИР. Такими были международные события уходящей недели. А на неделе следующей мы поговорим о результатах парламентских выборов в Израиле и итогового раунда президентских выборов в Бразилии, а также других крупных событиях в зарубежных странах. А на этом я с вами прощаюсь. Увидимся через 7 дней. Всем мира и добра. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok